Есть такое понятие, которое называется ощущение недодостижения. А второе понятие есть, которое характеризует ситуацию, что в твоей жизни ты все время что-то упускаешь. Это две парадоксальные штуки. Вот смотрите, недодостижение. То есть это что-то такое, мне нарисовали, что счастье будет, если. В рекламе, в каком-нибудь блоге, который ведет какой-то рассказ о том, как он прекрасно, замечательно живет, воздух не дует, получает удовольствие от жизни, как у него все прекрасно, все вранье. И такого нет, это симулякор. Это даже не симулякор. Это симулякор, это у него должна быть какая-то что-то начальное, настоящее. Это просто иллюзия. Это Марра, демон, иллюзий. Он нападал на Будду, насылал иллюзии всякие на него. Он и так живет в этих иллюзиях. Конечно, мы все время добежали вроде бы туда же, а толку нет, не ощущаем. Второе, значит, то, что ощущение, что что-то все время пропускаю. Это от чего? Это от того, что мы смотрим, что у людей бывает то, бывает это, бывает это. Но мы в своей жизни раньше, вот сколько в жизни людей видел человек, который родился где-нибудь в деревне 150-200 лет назад? Сколько людей он видел в своей жизни? Ну, деревню свою видел, ну, на ярмарку там ездил. Ну, причем все более-менее одно и то же. Что другая жизнь есть где-то, он это и не слышал. Какие-то там живут, где-то эскимосы, где-то китайцы. Вы даже не представите, не мог, что это такое. И, ну, как бы, он все успевал, потому что он не видел все, что может быть. А мы сейчас живем с вами в аттракционе. Аттракцион невиданной щедрости. Вот. И то можно, и это можно, и это. Да. А жизнь-то одна. Мы не можем все. Вот. И иллюзия, что если все будет, то будет ого-го. Не будет. Вы треснете. Мозг треснет. Маск вот все хочет этот чип внедрить. Вот. Первый человек, которому туда включат интернет в голову, у него треснет мозг. Никто не понимает этого. Ну, там, для разных целей, может быть, эти инструменты используются. Но вот слиться с компьютером, он вас раздавит. Наш мозг занимается постоянно отсечением лишнего. Понимаете? Он все время, как бы сказать, минимизирует нагрузку. А тут вы раз и вольете в него Википедию. Запрещенную, может быть, в России организацию. Вольете и треснет мозг. Понимаете? То есть она еще и террористическая, если через чип. Вот. Ну, это я шучу. Но если серьезно, значит, мы должны понять, что это иллюзии. Иллюзии. У вас в вашей жизни может быть только то, что вы способны принять и переварить. Понимаете? Вот если вы придете, представляете, стол у явцами заваленный. От начала, вот насколько хватает глаз. Но все есть. Кушай, пожалуйста. С вами что случится? Вы тресните, лопните. И вы говорите, мне не достает. Господи, ты переел. Переел. В этом проблема. Не в недостаче. Это, знаете, вот когда люди с неврозами, у некоторых есть паническими атаками, чувствуют нехватки воздуха. И они что делают? Ну, вот здесь вы увидите. Он говорит, мне не вдохнуть. А я говорю, выдохни сначала. Выдохни. И сразу, знаете, вдыхается само собой. Кто-то попробуйте. Выдыхайте, 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 выдыхайте. Сколько вы не сможете вздохнуть? Ну, я долго могу. Потом вы вдохнете. Так, ого-го. Счастье, что мы можем еще испытывать дефицит. Но он должен быть здоровым. А не то, что я еще вот это не понадкусывал. Там то же самое. Вообще все то же самое. Вот мы говорим явством, и все навалено. А там знаете что? Там всего белки, жиры, углеводы и микроэлементы. Все. Они что в каше есть? Что в этих явствах? А то, что они там вкусовые сосочки, вам как-то по-другому, тоже все приестся. Ко всему адаптируйтесь. Я вот помню голод. Мы были... Курс молодого бойца. Нас запросили в лес. Значит, 91-й год. Еды нет, ничего нет. Вот и так далее. И как-то кто-то достал белый хлеб. Я его в жизни не выносил раньше. Кирпич белый. Отвратительный. Он был самый вкусный. Самый вкусный хлеб, который я ел когда-то. Но причем был кусочек всего. Не буханка. Так что недостаток — это благо. Оно позволяет нам чувствовать. Переедание — это отравление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...